Всем привет дорогие друзья, с вами Олег Добест, и в этом видео будет несколько интересных обнулений, поэтому присаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Начнем пожалуй с гильдии ру, это не русская гильдия, как многие из вас подумали, это китайцы. Китайская ресурсная гильдия, и в один момент из-под чита вышло сразу несколько аккаунтов. Похоже у них один владелец, который копил ресурсы и параллельно отстраивал войска, причем на всех своих аккаунтах. Там были Т4 и Т2 примерно в одинаковом количестве, везде пехотная фаланга и один и тот же скин замка. Такие аккаунты разбираются в один сбор, хотя тут даже есть донатные герои. Вообще довольно странно, что один владелец качает параллельно два аккаунта, то есть два аккаунта как ловушки для сборов. Понятное дело, сейчас они стоят на ферме, и принять даже один сбор они не смогут, вообще никак. Тем более их никто не крепит. Интересно знать, что владелец планировал сделать с этими аккаунтами в будущем. Вот реально непонятно, зачем он растил два абсолютно одинаковых аккаунта. То есть он это делал параллельно, купил еще и скины замка туда и сюда, прокачал донатных героев там более-менее, на одном даже покрасил русалку в золотой цвет и натренил кучу войск. Вот куда бы эти аккаунты дальше пошли. Понятное дело, на них он не воюет. Там очень мало киллов, и может быть он планировал их продать. Хотя по сути такие аккаунты спросом не пользуются, я уверен, что на рынке их просто тьма. Вышел сбор от Файжана, это кавалерия, но а гильдия БСЕ параллельно нам сборит другой аккаунт, потому что понимает, что здесь уже можно будет добить остатки в соло. Миллион четыреста тысяч войск осталось, мы вынесли всю пехоту и всю кавалерию. То есть там теперь только стрелки. Кстати, фри-то-плей герои были все на пехов, кроме лидера, но это не важно. Идет второй сбор на 415 миллионов силы, конечно тоже поджигает, ну и теперь можно добивать второго игрока тоже в соло, ну точнее второй аккаунт. И вот в последнее время такие ситуации происходят очень часто, что в ресурсных гильдиях находятся подобные цели с Т4 и Т2 войсками. Вот вспомните прошлый ролик, где Файжан обнулил 7 миллионов войск в соло. Там была такая же пропорция, и только лидер был спрятан в подвале, потому что такие аккаунты обычно обслуживаются ботами. То есть программа, которая сама развивает аккаунт, добывает ресурсы без вмешательства человека. И вот здесь по сути то же самое, то есть на аккаунте войска скорее всего тренирует бот, у него это в программе заложено, и каждый день там по 5-10 тысяч Т2 на таких аккаунтах появляется. Ну и чтобы натренить такое большое количество войск без доната, нужно потратить ну как минимум полгода, мне так кажется. Ну может конечно здесь быстрее, все-таки был донат, герои покупались, но опять же не понимаю зачем. То есть здесь собираются ресурсы, они могут идти на продажу, на продажу в более развитые и топовые гильдии, чем вот это. Но здесь смысл такого большого количества ресурсов я тоже не вижу. Как бы эта гильдия ресурсы, как я узнал, не продает. Ну а вот цель немного сложнее предыдущих. Здесь побольше силы и побольше войск. Тоже Т2 плюс Т4 и суммарно 10 миллионов получается. По ляму каждого Т4 и по 2,5 миллиона каждого Т2. Гильдия HWV базируется в другом королевстве, поэтому никто его здесь укрепить не мог. Мы сделали два одновременных сбора, это кавалерия от Файжана и стрелки от гильдии БСЕ. Там пехотная фаланга, поэтому мы пошли первыми. Почти одновременно заходят сборы и войск там больше нету. То есть за два сбора мы убили все, остается 269 миллионов силы, там была полная ферма, фри-то-плей герои на стене, кстати, все золотые, но это никак ему не помогло. Да, войск больше нет. Мы первым сбором пронесли всю кавалерию и всю пехоту. Там остались после нас только стрелки. Минус 112 миллионов силы, выживают 800 тысяч войск у нашего сбора, а у него остается 3,5 миллиона из 10. Да, такие цели попадаются в последнее время крайне редко, вот особенно в нашем новом 654 королевстве. Там только англичане, и с ними воевать гораздо сложнее. Они прошареннее, и, конечно, с китайцами проще. Мы с англичанами воевать не привыкли. Это для нас, можно сказать, новый опыт, но скоро вы увидите ролики и из 654 королевства в том числе. Пока это 590 гос, и следующая цель – миллиард 300 миллионов силы, находящаяся на контре. Гильдия Рэм. Его тоже никто не крепит, но, в принципе, такого игрока крепить и не надо. Там более-менее военный сет, правда полностью кавалерийский, это не есть хорошо, и принимать сборы на таком сете я никому не советую. Но там пехотная фаланга, мы ее протестили методом просадки по силе, и атака Файжана вынесла больше миллиона мощи, а это значит, что там в передней линии Т3 и Т4 войска. Т2 пехоты 100% нет, но, возможно, Т2 есть во второй и в третьих линиях. Сейчас посмотрим, что получится. У нас также союзные сборы. Опять же, это все кавалерия, потому что понимаем, что в 4 сбора принести весь передний ряд у миллиарда 300 миллионов силы скорее всего не получится. Главное, чтобы он оказался в сети, ну или, по крайней мере, не сменил фалангу. При смене фаланги у нас будет облом. Это реальные сборы с лидером, мы сразу пошли рисковать. Вот англичане в нашем новом ГОСе все время сборят нас фейком, то есть сборами без лидера Т2 плюс Т4. И вот где-то только после второй и третьей волны они начинают уже бить с героями. Да, это нормальная тема, но также есть свои минусы. Цель может проснуться и поставить щит, то есть 2 волны фейк-сборов это как минимум 10 минут. Мы всегда пытаемся обнулить сразу, и, конечно, порой у нас не получается, мы теряем героев, и цель мигрирует в другое королевство. Но здесь пока что просадка неплохая. У него уже 1,2 млрд, 1,169 млрд. Это была последняя атака. Сборщики использовали кролика. Лидеров никто не потерял. Смотрите, Файжан залетел на суммарные потери 7 миллионов войск, дальше БСЕ 6 миллионов 700, и ССЗ 6 миллионов 100. И просадка по силе после последнего сбора 153 миллиона, а это значит, что сбор пронес Т4 войска. Все-таки я немножко просчитался, и там были-то вторые, потому что первые сборы вынесли не так много силы, как это сделал третий сбор. Ну тогда странно, почему просадка после атаки Файжана была такая большая? Скорее всего, там стояли ферм таланты, но это опять же не точно. Может быть, все решил его кавалерийский сет. Была бы Солянка, он 100% принял бы сборы лучше. Солянка, безусловно, с такой силой он бы отделался с минимальными потерями, ну а так ему пришлось потерять, скорее всего, почти всю пехоту. Сейчас посмотрим, что получится на второй волне. Он пока что признаков жизни не подает. Войска не отхиливал, шмот он не меняет, то есть по-прежнему на кавалерии находится, и его там укрепило, если только несколько человек. Это не страшно. Теперь у нас опять волна кавалерийских сборов, и последний уже пойдет стрелковый. Ну, есть вероятность, что он его подожгет, когда пехота там закончится. Сборы скоро выйдут, но он оказывается в сети. Делает телепорт на край карты и собирается принять вторую волну. То есть под щит он не уходит. Но запала там нет. Его выбор? Ну, возможно, он уверен в себе. Там, конечно, еще осталось довольно много войск. Сейчас делаю точный телепорт, и посмотрим, включил ли он буст на атаку армии. Ну, а пока идут сборы, на коврах не ускоряются, подбирают идеальный тайминг, чтобы все зашли, ну, одновременно, там плюс-минус несколько секунд, чтобы он не успевал отхиливаться. Вот потихоньку прожимаются коврики, файжан залетит первым, удар, еще несколько сборов, и последние стрелки, они его поджигают. Супер! Получилось просто идеально, все так, как мы планировали. Сетик там так и не сменился, игрок вообще не шарит, как нужно принимать сборы. Фалангу, скорее всего, он тоже не поменял, сейчас попробуем узнать, сколько войск осталось. Ага, есть разведка, 48 миллионов, и это похоже на Х2 дезинформацию. Цифра на конце четная, поэтому здесь в два раза меньше войск. Но тем не менее, цифра огромная, 24 миллиона, и по большей части это третье и Т4. Т2 были, пехота, как мы видим, закончилась, Т2, остались только стрелки и кавалерия Т2 в маленьком количестве, то есть 500 тысяч стрелков и миллион кавалерий Т2. Теперь его можно поджечь любым сбором от игрока с максимальной прокачкой. Под щит он так и не ушел, и залетел еще один сбор от гильдии ЦАО, вот его отчет в Вестнике Королевства. Еще минус 4 миллиона войск, теперь там меньше 20 миллионов осталось, и мы дальше продолжаем его сборить. Файжан начинает стрелковый сбор, но скорее всего он принимать его не будет. Опять же говорю, там нет запала, и я не понимаю, почему до сих пор он не ушел под щит. Хотя, может быть, он активировал запал специально для буста на 5% атаки армии, что принять сборы лучше, но это нужно быть полным кретином, скорее всего он этого не делал, просто думал, что все сможет съесть, но у него это не получилось. Да, похоже, сборы раньше он не принимал, все-таки пропорция там оставляет желать лучшего. Но он пока еще горит, мы будем ждать и идти до конца. Герои на стене тоже не очень хорошие, там стоит пройдоха, вот он подрубил буст на 70% атаки армии, который работает 5 минут, и пока что ни один тип войск он полностью не потерял, там и кавалерия, и пехота, и стрелки. Похоже, принимал на разных фалангах и сейчас меняет шмот на пехотный. Такой себе пехотный сет и, похоже, будет дальше принимать на пехотные фаланги. Конечно, это глупо, его уже подожгли, скорее всего, подожгут еще раз. Летит сбор от гильдии БСЕ, удар, и он снова горит. Это был самый ужасный отчет для него и оставляет 816 миллионов силы. От этого сбора он потерял больше сотни. Вот отчет в Вестнике. Друзья, на этом все. Спасибо за просмотр ролика. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok